5 день моего мотопутешествия сегодня у нас 11 июня 2021 года я уже второй день нахожусь в городе лепая это курзами и вот самое главное наверное одна из самых главных достопримечательностей курзами это военно-морскую военно-морская база она на том берегу канала видите да а тут между городом и военно-морской базой в 1906 году построили мост это крупнейший ну в латвии и балтии железный мост поворотный видите вот слева одна ферма вот и справа вторая ферма этот мост поворачивается вот эти половинки поворачивается как створки в окнах на 90 градусов и возможен проход судов шириной до 64 метров то есть когда строилась александром третьим вот военно-морская база на том берегу основная военно-морская но одна из крупнейших баз на балтике не основная но крупнейшая тогда город назывался лебава до 1920 года этот мост специально служил сообщением между военно-морской базой и городом лепая а корабли проходили вот с моря туда проходили военно-морскую базу так что сегодня мы день проведем в этой мэн на военно-морской базе у меня есть я договорился о встрече с одним экспертом по истории вот именно этого интересного исторического объекта военно-морской базы которая была заложена александром третьим и на протяжении всего времени она была есть и скорее всего скорее всего будет сейчас большая часть это скажем жилой и исторический культурный объект но до сих пор военно-морские силы используют часть территории часть здания и час инфраструктуры ну что друзья в 10 в 10 30 мост будет разводиться так написано не знаю но движение будет остановлено поэтому я хочу приехать на ту сторону и подождать до 10 30 не факт что корабль какой-то пройдет да и не факт что мост разведут но но движение остановит поэтому едем едем на ту сторону не задерживаемся и сегодня у нас будет много объектов для осмотра я надеюсь много приятных впечатлений мы объектов так много приятных впечатлений короче зазвенел такой сигнал на мосту и было написано что в 1030 прекратится движение по мосту вот включился красный светофор некоторые машины не успели может наверно разводить не будут или будут я не знаю а не смотрите двери закрывается он видно некоторые не успеют какие-то звуки происходят масти я слышу в мосту точно друзья мои нам повезло мост разводится обалденно вот это удача для вас выберу лучший ракурс никаких судов не видно поэтому мост развели но не знаю и на этом спасибо мы видим что мы построим в 1906 году и он до сих пор работает заодно можно померить время разведения по моему там было написано что-то около пяти минут он разводится мы сможем все это убыстрить при монтаже если надо кстати некоторое время считали что автором ну инженером который создал мост был потом какой потом эйфель язык заплетается совсем уже на пенсии но потом выяснилось там этот мост строил какой-то петербургский завод и у этого завода просто было ну содружество с фирмой эйфеля ну с тем французским инженером который построил эйфель его башню и отсюда появились такие ну как бы домыслы что автором моста является эйфель но нет другой авторы а я понял короче кто на мосту остался да я понял кто остался на мосту видите сейчас эта створка подойдет вот к этому к этой вышке да и можно будет с моста слезть на этот пирс и выйти на берег какое-то судно вижу на горизонте я не знаю будет или нет она идти но но движется по направлению к нам небольшое какое-то не военное так мост доходит медленно медленная доводка идет он еще движется но я могу представить что тут инерция большая все велосипедисты туристы не были проинформированы придется подождать по моему там полтора часа или сколько он будет разведен и мы наблюдаем сейчас редкое явление не первый раз это вижу во первых мост развелся железный и во вторых мы увидим прохождение судна не военное конечно небольшое но все равно это очень символично такие редкие кадры дайте я попаду тоже хочу запечатлеть себя вот друзья мои обалдеть вот это событие понимаете это событие делает тебе целый день ты вот это увидишь и все и ты просто наслаждаешься этим смотрите какие волны и корабль уходит вдаль ну что я могу сказать уже в то время в конце 19 начале 20 веков люди умели проектировать строить грандиозные инженерные объекты меня как инженера это восхищает честное слово я приехал с той стороны вот на мотоцикле видите вот оттуда во но мне все время хочется вот проехать по этому мостику не знаю стоит мне это делать или не стоит но если не сделаю их лишь пожалею надеюсь он выдержит вроде бы он прочный с богом так так это если я правильно нашел то это это место да почему для меня это место дорого сейчас я вам расскажу друзьям и да все очень просто это место в военном порту в коросте лепа и она связана не только с событиями в российской империи в истории латвии но у меня здесь дедушка прослужил один год в тридцать пятом году в артиллерийском полку в артиллерии тут размещался вот в этом гарнизоне размещался первый лепайский пехотный полк и он был в артиллерии в этом полку и вот я найду фотографии ставлю где они стоят со знаменами вот это тридцать пятый год сколько лет прошло вот в этом месте мой дедушка был здесь он служил в латышской армии в артиллерии номер орудийного расчета не знаю сейчас я смотрю вот на что мне как-то сердце немножко защемило дедушка здесь стоял сейчас я приехал обалденно как церковь большая огромная а знаете почему лепа и называют лепа и потому что в городе много лип это город под липами еще один объект осмотра очень важный это специально церковь монастырь строили для моряков сейчас подойдем почитаем историю друзья мои мы находимся еще в одном очень знаменательно историческом месте города лепа и а конкретно это марс морского морской базы это морской собор свято-никольский православный морской собор вкратце история собора и можно прочитать на википедии но я вам перескажу тогда когда здесь в лепа и бывший лебави построили военно-морскую базу российская империя то есть александр третий был основателем организатором инициатором постройки 1890 году началось строительство и в принципе уже началу двадцатого века все было построено и вот этот собор его заложили 1900 году представьте да ну он предназначался для моряков то есть экипажи кораблей моряки которые отправлялись в дальние походы они проходили здесь торжественные богослужения собор был заложен в 1900 году и интересно то что в основании собора камень закладывал император россии николай второй и 903 через три года этот собор был построен был построен и николай со второй со своей семьей участвовал в открытии этого то есть для военных моряков довольно такое значимое историческое место вот дальше во время второй мировой войны немцы устроили в соборе наблюдательный пункт противовоздушной обороны вот советское время соборе был матросский клуб купола блестят на солнце золотом да и только в девяносто первом году военные отдали ключи верующим и началась реставрация и сейчас уже происходит богослужение уже я помню когда этот собор еще реставрировался несколько лет назад но сейчас все он уже отреставрирован и происходит богослужение еще одно памятное место возле собора есть она связана с русско-японской войной у россии на тихом океане была одна из кадры которая была разделена между владивостоком и порт артуром вот часть кораблей находилась в порт артуре и сейчас кораблей находилась во владивостоке тогда когда началась война с японии япония просто заперла российскую армию российский флот в порт артуре и россия уже поняла, что теми силами которые находятся у нее на Дальнем Востоке она войну не выиграет поэтому в срочном порядке начала формироваться вторая Тихоокеанская эскадра которая должна была прийти на помощь первой эскадре в первой эскадре был знаменитый крейсер Варяг который был заперт в порт Артуре и он попытался вырваться из порта Артура и попал как раз на японскую эскадру, принял неравный бой и чтобы не сдаться был затоплен русскими моряками а вторая эскадра она формировалась здесь в этом городе, в городе Лепае Лепаве тогда и командиром эскадры был адмирал Рождественский Рождественский, вот так правильно фамилия и в 904 году вот в этом соборе состоялся торжественный молебен когда эскадра была сформирована и эта эскадра двинулась на помощь на Дальний Восток но англичане не пустили ее через Гибралтар и этой эскадре пришлось огибать всю Африку потом еще сформировали третью эскадру которая тоже пошла на помощь на Дальний Восток это уже третью эскадру пропустили англичане через Гибралтар обе эскадры соединились но к сожалению в битве под Сусимой большинство кораблей этих эскадр и моряков погибли вот и в память об этом событии здесь стоит памятник где написано вечная память военным морякам второй тихоокеанской эскадры за веру и отечество живот свой положившим в Сусимском морском сражении 14-15 мая 1905 года молебен в соборе и выход эскадры из Лепа и состоялись 2 декабря 1904 года просто помолчим послушаем как шумит ветер в Лепах из Лепах в Сусимском море из Лепах и из Лепах и из Лепах в Сусимском море желтой Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.